всем привет зрители моего канала и подписчики сегодня у нас с вами дачный контент посадим с вами хосту я купила капусту позднюю посмотрите там и проверим нашу спаржу как она там растет уже скоро будет зацветать розочка сейчас вам покажу бутоны такие темные на самом деле она не такая темная но это просто я и в этом году хорошенечко подрезала бутоны очень крупная сейчас посмотрите с близка оставайтесь со мной будем с вами что-то как всегда работать с пользой всем приятного просмотра ребятки показываем ее с близка смотрите какая надо конечно уже ее обрабатывать так тли не вижу но уже знаю что надо будет обрабатывать таким медным купоросом я ее обрабатывала какие деревья на самом деле ребятки такие бутоны темные она вообще цвет у нее такой розовый прям ну прям розовый а здесь прям такие бутоны темные я не знаю это первый раз такой первый год а девчонки нет все уже все вы посмотрите что творится для приветики приветики да все надо уже отраву покупать и обрабатывать розу все надо это уже в скорости делать такой хост вообще обрезала в этом году его шикарный сейчас буду сами садить в хосту ну что ребятки купила я хосту пошла я за капустой цветочный смотрите какая не удержалась и купила уже оценку за 60 гривен уже расстроилась потому что попала на рынок и там можно было лучше вариант уже купить за такую цену но не буду в раньше времени расстраиваться такую я там не видела в принципе стоила вам сколько она 115 112 не будем разбираться в общем то я смотрела луковица 72 гривны в таком состоянии ребятки от такой фирмы не знаю ничего не брала от них там цветочном 2 оставалась одна была такая простецкая и захотела брать и этот корешок мой ребят может не надо было доставать но все-таки вот такого состояния она не могу не показать для себя для памяти корни хорошие смотрите сколько сейчас будем по над домом ее садить готовлю ведерко для нее и пойдемте садить такую я на рынке не видела в принципе но можно было и подешевле купить ребятки хосте я нашла применение смотрите здесь где у меня по над домом папоротники я высаживала и вот здесь видите полутень от забора от дома здесь практически нет солнца это самое лучшее место для хосты она любите она любит такое знаете полутень здесь ее прямо посадим но здесь такой цветок пушистенький который говорил он уже почти зацветает вот здесь рядышком для хосты сделаем и посадим ее там здесь несчастное конечно ну корни хорошие просто она была в упаковке и корням вообще не было листьям никакого просвета я надеюсь что она отойдет на рынке сегодня поехала очень много хост было расстроилась ну таких не было уже потом не так сильно расстроилась но все равно там 50-60 корешки огромные там в отдельные горшки садят можно было шикарную взять ну да ладно такого вида не было так что не стоит расстраиваться корни у нее хорошие я когда просто брала гортензию там где цветы я обратила внимание хосты в этом году тоже не думала брать но не удержалась за капустой пошла как всегда в овощную идешь всего по накупляешь так и цветочный пошел за одним купил другой корни у нее хорошие ребят смотрите какие корневая система шикарно так что цена приемлемая думаю в принципе за такое растение корни хорошая вырастет наш как конечно там были шикарные у них листья большие их очень разнообразных видов много такую отдельно такие как бы с белым которое вкрапление когда гортензию брала я посмотрела этот листок вообще оборву ребята наполовину уже оборванный он и не нужен 72 гривны корешок то тут 60 да возьму нормальная цена пока здесь рядышком полью этот который садила такой какой-то пушистик цветок сейчас его полью здесь журди как собирается цвести не знаю ребят и решила все таки взять цветы не дешевая тем более хорошая то не дешевая конечно же зашла в цветочную вообще взять капусту позднюю среднераннюю мы посадили с вами как раз сейчас проверим посмотрим что с ней там будет интересно посмотреть а и вам думаю тоже интересно будет посмотреть посмотрите мы вообще семочки вас сами ее высаживали спаржу посмотрим тоже сегодня все сегодня попали на дачу сюда все делать на дачу как попадаешь все надо и это это смотрите хосточка хорошо у нас солито здесь все ребятки даже вода стоит все хорошо мы с вами сделали сегодня тоже пора ветра хорошенькие такие все ребят и тут она и будет здесь классное вообще место для нее полутень разрастется вообще будет классно и вот эти вот которые я девочка мне когда давала им говорила они такие пушистенькие не знаю они вроде как уже должны скоро свести не знаю что за цветы конечно выглядят они не очень два их только их три садила только два и вот за малиной есть уже девчонки давайте посмотрим там где высаживали спаржу с вами когда не проросли огурцы спаржа я вот так все оставила в маленьком виде здесь был бурьян я все повырвала и оставила вот так вот в таком виде и сейчас мне пришла такая мысль ребятки сюда высадить капусту вот такую вот капусту высадить позднюю мы сами среднюю высаживали просто в лунке здесь она быстрее конечно же взойдет а у меня здесь как бы мини тепличка почему не воспользоваться поскольку спаржа у меня не вся еще зашла ну как не вся сейчас посмотрите я думаю вообще не взойдет сейчас посмотрим это я уже сделала мини тепличку когда поворовала весь бурьян вам уже тогда не снимала по моему и сейчас меня осенило что можно сюда посадить капусту позднюю все же быстрее будет ребят тогда было четыре по моему да я все попроливала ребят ну что новых пока нет это это сильно касалось клеенки сейчас он с близка покажу щели такие просто сегодня ветер тоже я не знаю как только надумаешь снимать ребят это там где мы с вами высаживали спаржу вы помните один росток здесь мокрица все было заплела вот один росток это спаржа ребят вот так выглядит рассада спаржи так тут два пока ничего не проросло тогда попроливала и накрыла надежде возможно что-то еще прорастет вот такой бурьян весь заплел здесь все ничего подобного девчонки нет вот еще одна смотрите ребятки вот и вот тоже есть самом краю вот сильно забивал бурьян какие трещины от перебата температуры наверно так в итоге у нас не будем пока считать сколько когда будем пересаживать потом уже посчитаем так ну что я принимаю решение здесь у меня где спаржа я не буду конечно же нарушать а вдруг там еще будет спаржа давайте с вами вот здесь между ряде у нас есть и сейчас возьму сапку вот здесь я все проливаю прям две таких луночки буду делать и туда я позднюю эту капусту буду высаживать и под мини тепличка все равно это все быстрее будет у меня вот эту которую я вам показывала что купила а потом просто и рассадим да и все не в луночки а уже по одному корешку так этим занимаюсь так девчонки ну что делаю между рядков аккуратненько митя у нас здесь вообще влажная не знаю проливать вообще стоит углубление она даже будут как будто бы глубокие не знаю это нормально и она накрытая она намного быстрее взойдет капуста у нас чем нам надо это так спушим просто огурцы вообще не взошли девчонки те которые мы теплую грядку вот это вот не это не работают когда уже здесь вся спаржа ну как вся посмотрю уже когда вообще уже ничего прям не будет тоже будет понятно уже буду высаживать на постоянное место а нет посмотрю возможно здесь в этом прямоугольнике у меня и останется но почему бы и нет здесь земли не так много видите какие трещины получились я не знаю почему я тогда проливала тоже так же было не знаю почему ребят ну из 30 кустов сколько здесь 2 4 5 да и то хорошо ребят а так где бы мы взяли ну так через два-три года у нас будет своя спаржа имеет место быть надо было просто раньше мне сюда капусту высаживать я что-то вообще в последний момент за это вспомнила ребят что можно реально вот так вот высадить будет классно так все хорошенечко пролила снимаю перчатки и сейчас капусту да на всю пачку ребят в итоге я пользу него мы с вами посаживали мегатон по моему ли какую я покупала протравленные семена 35 гривен да пакетик но в итоге что мы только 6 штук с вами высадили и все это как ну а это вообще из дешевых семян вот такой сорт да всю пачку наверное ребят ничего страшного если что по всему огороду поздняя она ее порассаживаю да и все можешь что-то и вырастить но толку 35 гривен вот сколько там было 10 штук наверное сколько тут вроде как и много девчонки ничего страшного я не буду за 7 гривен это оставлять еще на следующий год здесь обычная семена не протравлены я уже в этом году вообще разубедилась в голландских этих сортах протравлены я в это не верю уже девчонки хотя зимой я говорила прям все голландские буду сорта садить томатов это не работает то что-то не так то еще что-то не хочу значит что-то делаю не так я не спорю не спорю ребятки это все опыт пока не научимся будем дешевыми семенами пользоваться все без капуста остаться поздний сорт ну как это не надо поздний сорт конечно же надо пусть будет все ребятки в луночке присыпали слегка сейчас земелькой прикроем и пусть себе растет спаржу тоже возможно многие не верили смотрите и в итоге у нас верно проросла спаржа не вся мы уже не на сутки тогда оставляли с вами все девчонки на сутки оставляли семена у нас не было на этом времени вот так прям прикрываю слегка присыпаем землей и все и все прикрываем опять же и все пусть будет у нас прорастает сейчас хорошо буду первый слой делать натяжку чтобы там нет нормально оставляем на недельку а там посмотрим там уже нет в зависимости от погоды все посмотрим самый примитивный парничок сейчас кстати посмотрим с вами которую высаживали в открытый грунт семена на солнце вроде сегодня такая жира припекает на самом деле вообще холодно все девчонки немножко землей вот так вот присыпаю все все у нас капуста посажена так ребятки давайте еще посмотрим тема у нас сегодня если капуста пекинскую мы с вами высаживали так ранее один куст у меня выжил нормально выглядит какой выжил куст да не ходи по капусте джейс ребенок попал на дачу джейс кто-то попал на дачу лук я не знаю хоть бы выжил у вас собачки тоже так бегают на огороде их невозможно остановить так ребятки возвращаемся к пекинской капусты в общем вот так выглядит грядка посмотрите ну в целом неплохо да вроде как но девчонки это такое разочарование все посмотрела кучу видео ну как кучу парочку но больше мне не хватило в общем там смотрите здесь еще не так видно давайте в другой подойдем тут тоже вроде как нормальный так вроде как завязывает качан да но здесь же девчонки вы посмотрите собирается цвести ну это все и так через одну а то и сама больше это это то нет это вот пожалуйста ребят почитала нюансов масса первый нюанс это перепады температуры второй нюанс это световой день большой есть вот так просто сеплицы как я хотела ее прям высадила она будет расти ничего подобного девчонки климат у нас на на ей жарко или я не знаю у нас и ночи были холодные расстройство но что сделать как есть показываю как есть скорее всего ее надо все таки выращивать только семечками вот в лунку даже не рассадой это и на она не подходит мне кажется она так как-то знаете дольше созревает пока туда сюда так она уже такая большая не собирается листья наращивать здесь есть нормально надежда смотрите якобы она будет качан завязывать не знаю уже не верю в это довольно что хоть видите кофе не знаю помогло или нет кофе и пепел когда я ее присыпала что-то одно помогло сто процентов вот ребят смотрите как без этого из этого никуда не будем расстраиваться цветная капуста так выглядит надо полить сегодня вот в тепличке которая тоже высаживала кусты вот так немножко пошли в рост так вроде и неплохо за пекинскую конечно расстроилась пару кочанчиков будет хорошо это опыт буду знать на ранней весной только семечки и выращивать позднюю высадила 4 куста выжила 6 высаживала мы с вами которую вот сидели в тепличку видите в рост уже пошла вот вы видите прям на грядку садится вообще бесшабашно не вообще не смотрит куда она садится я снимаю она рядышком средний раннюю которую мы с вами садили именно в лунг вы помните прям семечками проливали эксперимент ребят ну что все превосходно только раз я полила после этого был дождь но маленький ну смотрите ребятки вот так вот начинает проклевываться вам видно вот да это капусточка мы два два три семечки с вами выкладывали две три семечки только здесь прослеживается пока видать самое меньше я здесь насыпала земли так что метод реально рабочий ребятки в мае месяце до десятого ли там до какого с такой весной и вот проклевываются ну тут вообще еле еле видно все работает девчонки ну мы там под укрытие с вами еще быстрее будет так что метод реально рабочий посмотрим конечно же один это не показатель из тридцати ну посмотрим что то будет так что сегодня возможно пролью еще тоже ее посмотрим эти все лунки так это территория у меня хотела вам показать морковь и тоже с едисом чтобы видеть где ряды тоже это хорошо работает видите прослеживаются ряды моркови и французский завтрак такой мелкий но есть на еду вот такая вот нет нет и все равно попадается редисочка посмотрела там девочку смотрю она посадила из дорогих у нас таких даже нет семян это надо в интернете она заказывала я спросила сегодня селеста редиска кто найдет обязательно высадите но она часто ее сидела прям густо у нее прям хороший урожай редиски реально не подвел эти семена не знаю голландские скорее всего они если французский завтрак вот видите она помельче конечно а там густа посажена одна возле одной здесь что-то да и есть без полива считают это шикарно я не проливала здесь вообще редиску нет на это особо средстве проливать вот такой укропчик все ребятки в общем-то сегодня о капусте так скажем у нас видео получилось немножко хусту сами рассадили все ребят было плюс 2 я оставляла лабелию на улице смотрите уже мы с вами высаживали какие маленькие здесь малюсенькие вы посмотрите уже бутон какой это вообще такой маленький чернобыльцы смотрите ну совсем малюсенькие я сегодня приезжаю они уже с бутонами стоят и вот смотрите я с рассады методом первый раз сталкиваюсь ну чтоб уже с бутонами ребят лабелия вот так себя чувствует все хорошо и замерзла сейчас буду ее проливать тоже такая красота все ребятки на этой ноте петунья пока моя не очень себя чувствует все до следующих видео будем с вами черенковать наверное в следующем виде все таки береслет как до него не доберусь все всем пока до завтра